Казанский университет посетили сотрудники научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» от Уфимского государственного нефтяного технического университета. Все подробности далее. Встреча состоялась на площадке Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета. Напомним, в прошлом году для работы научного центра мирового уровня был создан консорциум, во главе которого находится Казанский университет. Туда входит Губкинский университет, Москва, Уфимский университет, Технический университет и Сколтех. Совместно с коллегами из Уфы специалисты обсудили предстоящие научные проекты, реализуемые в рамках основных направлений НСМУ. Производство при поддержке действующих нефтегазовых компаний страны, представители которых также приняли участие в мероприятии. Результаты. Первое – это создание таких экспрессных и эффективных технологий для поискования крупных заряжений нефти и газа на неисследованных территориях. По второму направлению – это повышение коэффициента извлечения нефти на гигантских месторождениях нефти и газа. Третье направление связано с разработкой технологий добычи трудноизвлекаемых запасов. Это вязкая нефть. Также были представлены проекты, реализуемые в рамках приоритетного направления «Эко-нефть» Казанского университета, которые получили свое развитие и продолжение в лабораториях научного центра мирового уровня. Гости рассмотрели перспективы внедрения разработок из смежных научных областей, нефтегазовую промышленность, катализаторы, нейронные сети, машинное обучение и другие. Я думаю, что перспективы достаточно широкие. Сегодня мы таким единым широким фронтом идем в сторону крупных индустриальных партнеров, для того, чтобы решить те актуальные задачи, которые стоят в текущей экономической ситуации. То есть это максимально эффективное освоение минеральной сырьевой базы, жидких улеводородов, объединение научного потенциала. Также в программу «Визита» вошли экскурсии по лабораториям геологического и химического институтов. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин